Приветствую вас, и для начала, прежде чем разбираться в вашем вопросе, точнее их несколько, в двух вопросах, мне бы хотелось вас спросить, что именно вы хотите изменить, и что именно вы хотите делать? То есть вы хотите изменить свое поведение, или вы хотите изменить мужчин, вы хотите изменить что-то в себе, или вы хотите изменить что-то в других, на что вы ориентированы? Знаете, у меня сложилось такое ощущение при прочтении, простите, вашего ответа, что вы жертва, то есть от вас ничего не зависит, мужчина хочет от вас только секса, и всё, собственно говоря. То есть я понимаю, что в данном случае вы чувствуете себя обесцененным, да, это понятно, вы чувствуете, что мужчина интересует только секс, и как бы больше ничего, вы чувствуете себя обосыте куском мяса, я могу это понять, я могу вас понять, вот. Но, очень важно, чтобы вы ответили на вопрос, что конкретно вы хотите менять, потому что, вы знаете, иначе, вот, при другом раскладе, да, вот, если смотреть на, ну, на эту ситуацию как-то по-другому, то я боюсь, что помочь вам будет достаточно трудно, потому что вы будете сами того не подозревая, да, вы будете отвергать нашу помощь, вот, и, соответственно, будете оставаться, ну, на той же позиции, по сути дела. Дальше. В психологии существует такая теория, такое учебное знание, просто знание, как хотите это назвать, как защитный механизм. Что это значит? Это значит, что человек, таким образом, ну, вот, примерно, как это делаете вы, себя от чего-то защищает. То есть, смотрите, что получается по итогу. По итогу, получается, что все мужчины хотят только секса, вот, и вы с этими мужчинами не встречаетесь. По факту, вы с ними не встречаетесь, вы с ними не взаимодействуете. Понятно? То есть, как итог, как итог, отсутствие отношений с мужчинами. То есть, как итог, отсутствие близостей. Понимаете? Поэтому, это первое, на что нужно обратить внимание. Возможный страх перед близостью. Либо, тут может быть и другая история, что вы, вот, с самой близости, да, то есть, с самим отношением, придаёте большее значение, чем это нужно. То есть, как бы, отношения вам важны, да, но важны больше. То есть, в большей степени они вам важны, чем это есть в норме. Вот. Тут нужно разбирать этот аспект. То есть, ну, нужно разбирать, так ли это или нет, боитесь ли вы близости или нет, если у вас, были ли у вас отношения, ну, такие адекватные, скажем, да, вот, чем они закончились и так далее. Вот. Дальше. Дальше. Ну, значит, совершенно очевидно, что мужчина, мужчины, точнее, мужчины, не могут видеть, что, не могут все быть озабоченными, да. Совершенно очевидно, что, если мужчины хотят только в сексах, когда с вами взаимодействуют, значит, что-то их на эту мысль набалкивает. Потому что, ну, до вас они как-то жили, да, и, в общем-то, секса они, конечно, хотели, но я думаю, что это особо не бросалось, то есть, как бы, в глаза и особо их не беспокоило. А вот с вами, вот, вот, как бы, что-то их стимулирует. Поэтому здесь, конечно, нужно исследовать ваше поведение, смотреть, как вы себя ведете конкретно, и уже конкретно корректировать ваше поведение, да. А пока я могу только высказать предположение, что, а, вы, возможно, позиционируете себя так, что вас нужно завоевывать, то есть, как бы, давай завоевывай меня, как вы говорите вы. Вот, и, ну, это неосознанно происходит, неосознанно происходит такая позиция, вот, вы говорите, как-то завоевывай меня, давай завоевывай, и когда мужчина начинает это делать, да, то есть, добиваться вас, вот, вы, соответственно, даете ему отворот-поворот. Потому что вам, ну, это так вот, я думаю, что это для себя получать. То есть, возможно, вы доказываете себе, что все мужчины хотят только секса, вот, если это так, то вся ваша позиция, по сути, она и будет к этому сводиться, да, то есть, если вы, ну, в глубине души считаете, что все мужчины хотят секса, или, если вы считаете, что, вот, допустим, мужчина, видя, ну, красивую, по его мнению, девочку, будет хотеть от неё только секса, то, соответственно, вы будете вести себя примерно так, чтобы подтвердить эту позицию. Особенно, если эту позицию, допустим, разделяла, там, ваша мама, или кто-то из людей, которых вы, ну, скажем так, цените, которых вы уважаете, которых, которые для вас тут что-то значат, ну, мнения, которых для вас что-то значат. Вот. Дальше. Дальше. Вас с мужчинами связывают только гендерные отношения. То есть, что это значит? Только гендерные отношения. Это значит, что нет функциональной привязанности к вам, у мужчин. Вот как договоль функциональной привязанности у вас нет, с мужчинами. Функциональной связки у вас нет. То есть, что это означает? Это означает, что нет общего дела. Когда вы говорите, что знакомитесь, я даже сейчас это зачитал. Когда вы говорите, что, значит, знакомитесь, но сайте знакомств на улице, в банке, в супермаркете везде, да? Ну, вот. Это немного не то, не такое знакомство. Это не совсем адекватное, если угодно, знакомство. В том смысле слова, в том смысле слова, что это знакомство, ну, вот, с вами, с вами, как представителем гендера. Понимаете, о чем, о чем идет речь? Ну, никак с личностью, с личностью. Никак с личностью. Потому что личность, личность, вот, если вы являетесь личностью для, ну, допустим, допустим, для других. Людей. Да? Вот. То вас объединяет с другими людьми исключительно только общее дело какое-то. Но ни в коем случае не такие вот знакомства ни к чему не обязывающие. Понимаете? Понимаете? Какая история. И вот это, собственно, и является основной, мне кажется, проблемой. того, как вы выстраиваете отношения, по поводу чего вы выстраиваете отношения. Свои. Вот. Если вы знакомитесь только, вот, как мужчина и женщина, как мужчина и женщина, как женщина с мужчиной, то есть большая проблема. И корректировать свое поведение вам в таком случае нужно исходя уже из этого. Понимаете? Такая история. Вот. Дальше. Идем. Так. Ну, и далее вы пишете, пишете, описываете, да, в общем-то, нормально все, то есть вы описываете абсолютно естественное поведение и так далее. Вот. И, значит, на вопрос, что делать, я вам ответил, да, нужно менять поводы, по которым вы знакомитесь с мужчиной. А на вопрос, как это изменить, нужно анализировать ваше поведение, в том числе и поведение, значит, гендерное опять же. Только узнав, только проанализировав ваше гендерное поведение, можно будет ответить на вопрос, что именно вы делаете не так, грубо говоря. Потому что иначе, ну, иначе это просто превращается в гаданию. Мы не знаем о вашей, ну, вашей экзистенциальной позиции, да. Вот. Мы не знаем того, как вы воспринимаете мужчину, как вы воспринимаете, соответственно, себя. Вот. Мы этого всего не знаем. И, соответственно, нам остается только гадать. А гадать, ну, на самом деле, не хотелось бы. Вот. Поэтому вот, в принципе, так. В принципе, так. Это то, что вам можно сказать. Вот. То, что вам можно рекомендовать. Здесь. Именно здесь, исходя вот из того, что вы написали. Обратите внимание на то, что вам интересно. Обратите внимание на то, что вам нравится. Обратите внимание на эти вещи. Подумайте, в каком, в какой деятельности, в каком деятельности, в какой, в какой, в какой сфере деятельности, вы могли бы, вот, принимать мужчину, мужчину, да, как партнера. Чтобы у вас изначально отношения строились на связке какой-то. А не просто напомнить, что вы познакомились и начали общаться, и изначально вас ничего не связывалось. Понимаете? Ну и, конечно же, очень многое зависит от того, готовы ли вы анализировать свое поведение. Вот. Пока мне видится такая история. Пока мне видится так. Пока мне видится вот такая картина. Я понимаю, в общем-то, что... Этого мало. Возможно. Вот. А, но... Тем не менее... Ответить можно так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Продолжение следует...